Центр поддержки участников СВО и их семей с очередной проверкой и словами благодарности посетил председатель Совета депутатов Люберец Владимир Ужицкий. О развитии центра и его ежедневной работе в следующем сюжете. Помещение Центра поддержки участников СВО доверху заполнено вещами, продуктами и предметами личной гигиены. Тут коробки от депутатов Люберец, предприятий, казачьего корпуса и жителей округа. Волонтеры на своих местах отвечают на телефонные звонки, оформляют заявки, сортируют груз. Я благодарен нашим волонтерам. В этом центре сегодня работает молодежь, молодежное крыло партии «Единая Россия», где уже люди, молодые ребята набрали опыта, есть понимание, что нужно делать, какие слова найти. Потому что очень часто в таких ситуациях очень важно, как человеком поговоришь, как человека примешь. Алина Тимирбаева вместе с мужем Алексеем в это непростое время тоже не смогли остаться в стороне. Создали телеграм-канал «Своих не бросаем», кинули клич, организовали волонтерскую группу и возят гуманитарную помощь в Донбасс. Я не представляю, как по-другому. Мой муж там 2-3 дня, и я волнуюсь. А чьи дети, сыновья, мужья там, конечно, они живут в каком-то другом измерении, нежели мы сегодня здесь. Хочется, чтобы больше людей понимали, что это мирное небо, которое сегодня у нас есть, благодаря тем ребятам, которые там терпят неудобства, страхи, переживания, разлуку с близкими. В городском округе Люберцы более 500 семей мобилизованных. Им оказывается юридическая, материальная и социальная помощь. А из этого Центра поддержки участников СВО с момента его открытия в октябре прошлого года уже отправлено более тысячи тонн гуманитарного груза.